В чем вопрос? Вопрос в обрезке деревьев, вопрос в придомовой территории. Вопросов к губернатору было много. Сергей Захарчев рассказал, что старые деревья у Пушкарева 40 угрожают жизни и здоровью местных жителей, так как могут упасть в любую минуту. Администрации города поручено снести аварийные деревья, убрать поросль в течение сезона. Валентина Чекарина рассказала о плачевном состоянии крыши дома номер 13 по улице Тюленева, где она проживает. Впрочем, обязанность по ремонту кровли возложена на городскую администрацию по решению суда еще в 2011 году. Но до сих пор мы так ничего и не можем добиться. Я хочу сказать, что у нас дошло до того, что мы каждый год вкладываем деньги в две крыши. Генерал-отвилиния 13, да? Да. И получилось, что 19, 20, 21 мы потратили 197 тысяч. Ну, так как в доме у нас, ну, практически пенсионеры, нам эти деньги, конечно, бы нужны были для дома что-то делать. Принято решение отремонтировать кровлю в этом году дедлайн – конец сентября. Примерная стоимость работ – 3 миллиона 100 тысяч рублей. Жители районов пообщались с губернатором через видеосвязь. Так, где Митровграде просят отремонтировать дорогу по улице Потаповой. Планируется в 2024 году отремонтировать. Будет замена асфальт-бетонного покрытия. Около 6 миллионов рублей смертная стоимость. И я, насколько понимаю, в мае мы должны выйти туда уже на начало рвота. Жители рабочего поселка Майна просят помочь в ремонте памятника герою Советского Союза Михаилу Чепанову. Обладатель ордена Ленина и медали «Золотая звезда» Чепанов участвовал в боях в Германии, а после Великой Отечественной войны жил и работал в Майне. Ко дню победы принято решение заменить декоративные панели и плитку на памятнике. Анна Тищенко, Улправду ТВ.